Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я хотела бы рассказать вам немножко о посадке таких замечательных растений, как рододендроны. Наверняка многие из вас видели в ботанических садах, да сейчас достаточно много их встречается и в садовых центрах, таких прекрасных, красиво цветущих растений, как рододендроны. Этот кустарник пока еще не получил у нас должного распространения, несмотря на все свои достоинства. На сегодняшний момент количество сортов очень большое. И наша задача с вами разобраться во всем этом многообразии и выбрать те сорта, которые улучшат ваш сад, украсит его с минимальными трудозатратами с вашей стороны. Если дикорастущие рододендроны, сам род насчитывает более тысячи видов, то страшно представить, какое количество сортов мы можем получить от этого количества видов. Но на самом деле все не так страшно. Можно ориентироваться на группы зимостойкости, которые обязательно указываются в аннотации к сорту. То есть на табличке всегда указано при покупке, если вы покупаете в сертифицированном питомнике, если вы покупаете в нормальном хорошем садовом центре, либо интернет-магазине, всегда указывается группа зимостойкости. Но только на группу зимостойкости тоже не стоит всегда полагаться. Вообще есть общее правило. В целом все рододендроны подразделяются на листопадные, группа листопадных рододендронов, так называемые азалии, и вечно зеленые. Есть промежуточная группа, полувечно зеленые рододендроны, но это на самом деле те же вечно зеленые рододендроны, у которых продолжительность жизни листвы один год. То есть они, получается, выпускают новую листву, и перезимовавшие прошлогодние листва опадают именно в этот момент. У них листва живет один год. У вечно зеленых листва живет более года, как правило, 2-3 сезона она проживает, хотя у некоторых видов она способна в нормальных условиях жить до 5-6 лет. У листопадных, как правило, весной листва распустилась, осенью осыпалась. Поэтому с ними намного проще в культуре, и намного проще их выращивать в районах, где зима достаточно суровая. Кроме того, что существуют различные по листопадности группы кустарников, их можно подразделить еще на группы по декоративным свойствам. Есть группы с махровыми цветами, как правило, в описании это тоже указывается. Есть группы с компактной формой кроны. Как правило, эти рододендроны относятся к группе рододендрона туполисного или аптузум. У нас как раз представлены именно такие сорта. Они слегка напоминают комнатные азалии, которые вы, может быть, помните, которые когда-то очень широко выращивались в зимних садах в советские времена. Сейчас появились более зимостойкие сорта из этой группы, которые вполне можно выращивать в условиях Беларуси и в районах со сходным климатом. Ряд сортов рододендронов имеет сильный приятный запах у цветов. Как правило, это рододендроны, в создании сортов которых принимал такой вид, как рододендрон желтый, но и некоторые другие виды. Особенностью рододендронов является то, что чаще всего, несмотря на указания достаточно высокой группы зимостойкости, следует сомневаться в этой зимостойкости у сортов вечно зеленых рододендронов с желтой окраской цветов. Потому что, как правило, виды с желтой окраской цветов дикорастущие, они отличаются очень низкой зимостойкостью и произрастают в естественных условиях в тропических и субтропических районах земли. А также с ярко-красной, чисто красной, не малиновой, а именно красной окраской, у них тоже, как правило, зимостойкость не очень высокая, несмотря на то, что там часто указывается и пятая, иногда даже шестая, по крайней мере, точно климатическая зона указывается. Чаще всего, зимостойкостью у таких сортов может быть проблемы. Ну, как избежать проблем при зимовке наших рододендронов? Ну, прежде всего, выбор сорта, который отличается максимальной зимостойкостью. Кроме того, предпочтение, на мой взгляд, стоит отдать сортам листопадным, либо полувечно зеленым. Ну и кроме того, если вы проживаете в районах, где климат суровый, бывают зимние морозы при отсутствии снега, следует отдать предпочтение низкорастущим компактным сортам, которые проще укрывать, которым проще обеспечить нормальное укрытие в зимний период. Как выбрать хороший саженец? Ну, прежде всего, рододендроны. Вот, на мой взгляд, вот из этих двух растений лучше развито вот это растение, поскольку у него сама крона, она уже превышает размер горшка. То есть это растение уже полностью готово к посадке, у него уже частично начинают прорастать корневые волоски через отверстие в донце горшка. Вот этот горшочек, он, конечно, неплохой, но он еще может постоять на торговой площадке. А вот этот кустарник уже следует высаживать. Кроме того, вы можете обратить внимание, что на хорошо развитых саженцах, как правило, уже имеются цветочные почки. У рододендронов есть одна особенность. При осенней посадке вы уже точно увидите, будет цвести ваш кустарник следующей весной, либо не будет. Ну, либо, по крайней мере, есть ли у него возможность зацвести, поскольку иногда при зимовке цветочные почки свежепосаженных растений могут пострадать, и первого цветения вы не дождетесь, конечно. Вот у этого кустика уже заложены цветочные почки. Они очень сильно отличаются от ростовых, и вы можете также выбрать себе рододендрон, который вы оцените его цветение уже ближайшее весное. Что еще? У листопадных, либо полувечно зеленых видов и сортов следует обратить внимание на количество побегов, на их разветвленность, а также на степень их одревеснения. Ну, вот этот саженец, на мой взгляд, недостаточно одревесневшие побеги имеет, и с его зимовкой могут быть проблемы. А вот у этого кустика, несмотря на то, что он вечно зеленый, у него побеги более хорошо одревеснели, они имеют уже коричневатую окраску, то есть уже процесс подготовки к зимовке у этого растения начался. Кроме того, у вечно зеленых сортов следует обратить внимание на состояние листьев. Если на листьях имеется большое количество солнечных ожогов, пятен каких-то непонятного происхождения, либо вполне понятного по причине каких-то заболеваний, повреждений при транспортировке, естественно, следует отказаться от покупки такого растения и выбрать более здоровое растение. У листопадных и полувечно зеленых видов основное внимание следует обратить именно на состояние побегов при осенней посадке. При весенней посадке это не столь важно. При весенней посадке вы растения посадите на постоянное место, и у вас уже растение за сезон должно нормально развить побеги. Они должны уже одревеснить. Как правило, зеленые побеги у листопадных ордодендронов в сентябре-октябре месяце указывают на то, что растения подкармливали удобрениями, содержащими азот, в излишнем количестве для того, чтобы стимулировать их рост. И, конечно, это сказывается на качестве зимовки таких растений не очень хорошим образом. Какие еще особенности при посадке ордодендронов следует учитывать? Владельцам участков с глинистыми почвами, с тяжелыми суглинками, я бы посоветовала несколько раз тщательно подумать, хотят ли они заниматься вот этим растением. Дело в том, что ордодендроны – это растения, которые требуют обязательной микоризы, наличия почвенного гриба в растительном субстрате для своего нормального существования. Поэтому хорошо произрастают эти растения только на легких, трофионистых почвах с высокой кислотностью. То есть pH почвенного раствора оптимальное для выращивания большинства видов и сортов роддендронов составляет ниже 5 и 5,5. Чаще всего при посадке выполняется посадочная яма. Яма – это делается не глубокая, достаточно сделать эту яму на глубину штыка лопаты, но она выполняется очень широкая по периметру кроны взрослого, взрослого прежде всего, обратите внимание, кустарододендрона. То есть вот этот сорт в будущем достигнет высоты около метра, но при этом крона его замет приблизительно 1,5 метра в диаметре. То есть посадочная яма под вот этот роддендрон, тутси сорт называется, должна быть в диаметре не менее 1,5 метра. Но глубины достаточно в 30-40 сантиметров – это максимум. На самом деле больше не надо. И посадочная яма под роддендрон заполняется обязательно смесью легкой листовой земли. Но если у вас супещаная, либо песчаная почва на участке, вы можете часть плодородного слоя оставить в яме посадочной. И смешивается с нераскисленным торфом. Нераскисленный верховой торф отличается рыжим цветом, плохой степенью перегнивания. Он, как правило, состоит из большого количества растительных таких волокон рыжего цвета. И если он не был предварительно подготовлен перед продажей, кислотность его составляет от 4 до 3,5 пиаш. То есть вот этот торф идеально подходит для выращивания роддендронов. Роддендронов смешивается в зависимости от того, какая почва у вас на участке. Либо почти полностью посадочная яма заполняется торфом, либо она смешивается наполовину с субстратом, который у вас имеется. Но поскольку роддендроны – это микоризные растения, при их выращивании неплохо использовать препараты на основе триходермы, которые будут способствовать развитию именно нужной грибной флоры в почве и улучшать условия жизни именно для ваших растений. Что еще важно при посадке роддендронов учесть? Если у вас нет возможности приобрести кисловерховой торф, вам могут прийти на помощь хвойные растения, такие как сосны, ели, лиственницы. Их опад можно заготавливать в ближайших ваших лесах, но, естественно, в тех местах, где это не повредит природе, и использовать его вместо торфа. То есть вы смешиваете вот этот листовой хвойный опад с почвой в пропорции один к одному. Но единственное, что если вы используете для посадки хвою, либо вам для посадки могут подойти опилки хвойных пород, их тоже можно использовать, они тоже достаточно хорошо закисляют почву, и это действует достаточно долгое время, вот именно это закисление, то яму посадочную следует готовить как минимум за 6 месяцев до посадки. То есть если вы собрались приобрести роддендрон осенью и посадить, то лучше, конечно, заполнять торфом. Если вы планируете приобрести саженцы весной, то готовьте яму посадочную с хвойными опилками, либо с листвой именно сейчас. Вот сейчас будет подходящее время, чтобы к весне ваша яма немножко уже запустилась, начала почва быть более кислой, и создала оптимальные условия для роддендронов. Кроме того, при дальнейшем выращивании, если вы видите, что почва на вашем участке недостаточно кислая, вы можете использовать в качестве удобрительных подкормок сульфат аммония, это физиологически кисло-азотное удобрение, либо любое другое удобрение в смеси с кормовой серой. Сера, именно кормовая сера, она позволяет подкислять почву, и это подкисление действует достаточно долгое время. Кроме того, эта подкормка для роддендронов достаточно безопасна для остальных растений, которые произрастают в вашем саду. Надеюсь, мой рассказ про роддендроны был для вас полезен. Задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok